Вы такое большое дело делаете? Если бы не ваши, вот эти, такие живые, такие натуральные, вот они не специально отрежиссированы, а просто сценки из жизни ребенка. Право на маму сироте Ване Москалеву подарила Алена Филиппова из Санкт-Петербурга. Женщина увидела передачу о мальчике, которую наш телеканал снимал в прошлом году. Этой осенью ребенок обрел семью и уехал жить в северную столицу. Рассказать о судьбе детей-сирот, помочь им найти родителей, незадача, миссия проекта «Право на маму». За три года существования программы ее создатели рассказали о судьбах 160 ребят. 128 из них уже нашли маму и папу. Лично я больше всего люблю «Право на маму» за наши счастливые истории. И рассказывая о них, я сама поверила в то, что чудо есть. Действительно, как иногда люди находят друг друга, просто трудно поверить в это. Случается такая маленькая сказка, и ты понимаешь, что все хорошо. Все три года программу ведет Инесса Панченко. Под ее руководством проект «Право на маму» не раз становился лауреатом различных фестивалей, удостоился национальной премии «Серебряный лучник». На этот раз передача «Право на маму» вышла в финал всероссийского конкурса «Семья и будущее России». Проект нашего телеканала отметили среди 450 работ со всей страны. Самая там трогательная и самая волнующая судьба, если она сделана так абсолютно равнодушным сердцем, то она вряд ли заставит кого-то там задуматься, взволноваться, что-то сделать, предпринять шаги. Ведь здесь, понимаете как, здесь люди не только посмотрели, они пошли дальше, они решили изменить свою жизнь после программы. Но это же правда здорово. Это значит, действительно хорошо сделано. Создатели программы «Право на маму» уверены, если проект помог хотя бы одному ребенку найти семью, значит он уже оправдал себя. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.